Субтитры делал DimaTorzok Здравствуйте, уважаемые телезрители, с прошедшими у вас всеми праздниками и с наступающим, наверное, уже старым Новым годом. Это прекрасно, действительно, и с новыми моментами, которые попадают в сегодняшнюю Судейскую. Но я вообще считаю, что январский выпуск, первый январский выпуск Судейской, он должен быть немножко таким разминочным, что ли разгрузочным для главного арбитра континентальной хоккейной лиги. Но станет ли это действительно так? Мы узнаем в процессе программы, тянуть не станем, времени, как всегда, мало. Эпизод из матча «Спартак-Йокерит» попадает в наш сегодняшний обзор под номером 1. Алексей Владимирович, наверняка помните эту заброшенную шайбу, был просмотр, были некоторые вопросы со стороны «Йокерита», но шайбу в конечном итоге засчитывают. Алексей Владимирович, это вопрос, свой момент, действительно. Объясните, почему шайбу засчитывают, не были ли там помехи и так далее и так далее. Все очень просто. В данном эпизоде вратарь не зафиксировал шайбу, идет борьба за шайбу, никто физически из игроков красных не толкает, не применяет каких-то сверхусилий в том, чтобы вратарь не смог защитить ворота. Вот и все. Ничего сложного. И, конечно, решение принимала военная комната по данному эпизоду. Оно не совсем такое, конечно, легкое, как вы сказали. Потому что они смотрели массу моментов, толкает ли красный игрок белого на вратаря. Это обычная борьба, и первым движением игрок белый падает на вратаря, потом они просто ковыряются за шайбу, ну, скажем, докапывают, как вы говорите, комментаторы, забрасывают шайбу. Ничего такого сверхъестественного. Хотя, давайте, наверное... Тем не менее, время потратили. Время потратили, и вообще, наверное, еще раз вернемся к тому, что мы пытаемся сделать зрелищный хоккей у нас, и все моменты 50 на 50, это, конечно, можно декларировать, мы об этом будем говорить. Если будет момент 50 на 50, мы будем трактовать в пользу шайбы, по возможности. Не по возможности, а в пользу гола. Потому что все-таки зритель приходит для того, чтобы посмотреть гол в данном эпизоде. Владимир Владимирович, как вам эпизод для начала нового 2020-го? Для вас тоже все понятно? Лайт, лайт. Как его? А смотрели-то на атаку вратаря? Да, да. Ну, вопросов нет, Алексей все объяснил. На атаку вратаря, и момент такой, ну, опять же, мы как-то вот очень быстро от момента, по мне он не такой прям лайт. Опять, для зрителей, наверное, не очень лайт. Нет, для нас... В динамике, да. В динамике он, безусловно, сложный. Алексей Владимирович, согласен. Я думаю, что зрителям гораздо больше будет понятна характеристика вот этого эпизода. Если мы его, ну, скажем так, замешаем с еще одним моментом, который был уже у нас в программе, давайте мы его посмотрим. Вы поймете, родственные эти эпизоды или вот вообще ничего и близкого нет, но просто некоторые вопросы могут возникнуть. Вы фишку поймали, как Владимир, вы теперь пытаетесь сравнивать моменты. Во-первых, это два разных момента, потому что там они за шайбу борются, а здесь Эштон физическим контактом бросает зубы на вратаря. Зубы на вратаря. И вратарь после физического воздействия вталкивает шайбу в ворота. Вот и все, это разные моменты. А там шайба нейтральна. А здесь шайба находится, и вот бросок, зуб бежит. Вот разбираемся в понятии, там она нейтральная, здесь она подконтрольная. Нет, она не подконтрольная здесь. Тут вопрос в другом. Два разных момента только по одной причине. Что здесь игрок толкает защищающегося игрока на вратаря, и вратарь не может исполнять свои обязанности. Все. В эпизоде о Йокерит-Спартак шайба вообще нейтральна, и красный не толкает белого. Белый приезжает и первым делает контакт с вратарем, и Малыхин просто эту шайбу докапывает. Вот и все. Если бы Малыхин толкнул белого игрока на вратаря, почти одинаковые моменты были бы, и шайба была отменена. Понятно. Ну, вот она эта тоненькая леонид. Леонид так внимательно за нами. Не-не, если вас интересует моя точка зрения по этому моменту, тут все понятно. Эштон, Зуба, то есть тут как посмотреть. Вот если бы мне нужно было бы эту шайбу засчитать, я бы сказал так, что Эштон пытался прорваться туда, к шайбе, а Зуб его туда не пускал. И в результате силовой борьбы он упал. Но, минуточку, но вот этот аргумент, то, что Эштон толкал Зуба, он, конечно, имеет место быть. Который подкрепляется в правилах на видах спорта, хоккея. Ну, тут против этого, ну, как сказать... Тяжело пойти. При желании можно. Это не тот случай, когда у Кулакова лицо в крови разбито. Леонид Иванович, продолжая вспоминать, это ваш вообще момент. Если вы Кулакову не дадите золотой свисток, я просто буду оскорбливать. А Кулаков еще не получал золотой свисток? Кулаков получал, но для Леонида... Ну, в этом году, да. Для Леонида, для него это просто... Это верх. Вот он считает, что это верх сверхпрофессионализма. Срустальный свисток, да. Срустальный асаватом, я не знаю, что для Леонида это было что-то такое, прям он запомнил это. Чтобы убедить человека, что у него нет травмы, когда все лицо в крови, это надо иметь дар такой. Да, ну, не каждый этим даром обладает. Может быть, он на экстрасенс отправит? Это сто процентов. Ну, при чем этим преподавателям? Мы подумаем, мы подумаем обязательно. Друзья мои, вот два таких эпизода. Серия похожих моментов, в общем-то, продолжается. Но вот здесь однозначно вопросы возникнут. Почему так? А не иначе, пожалуйста, эпизод из матча Борис-Динамо-Москва. Вот здесь, честно признаться, я пока не понял, почему эту шайбу от мира? Нет, это был свисток, это ошибка судьи, потому что это ошибка судьи, он не должен был, и я это признаю полностью, потому что его задевает, а, белый игрок задевает своего вратаря, и не нужно было давать свисток, нужно было доиграть, дать момент. Эпизод до конца. Он просто его не был до конца, а потом уже, если бы Динамо захотел, они бы взяли запрос на помеху вратаря. Свой же игрок бьет вратаря, но по объяснениям судьи мы с ним разговаривали, он сказал, что я свистел на травму. Для меня это была очевидность травмы. В правилах есть такой пункт, что он может на травму... Как фамилия? Это конкурент Кулакова, я скажу. Теперь у меня сомнения. Теперь у меня сомнения. Два крустальных свистка. Я пишу так, я сейчас говорю, скажи мне, на что, ну там спрашивай, на что ты свистел? Травма, аппендицит может быть там или головная боль. Потом опять же, может быть, вы знаете, может у него сверхспособность, у него рентген есть, может он еще сотряс, МРТ, КТ, что там. Так, Алексей Владимирович, интересный момент затронули. Что там есть в правилах относительно возможной группы? Если он видит очевидность травмы, он делает остановку. Даже если атака может завершиться голом? В правилах, в случае очевидности травмы, главный судей имеет право остановить группу в любой момент. Но, как сказал Леонид, это если вот как человек объяснил, то это, так сказать, второй претендент на золотую сову, судейскую золотую сову. Но я, со своей стороны, как руководитель, говорю, что это ошибка. Не, вот такое объяснение можно было бы где-нибудь... Чуть позже, временно время. Не, 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 руководителю там школы балетных танцев объяснять, который вот ни разу не был на стадионе там, или что-то такое. Но не в передаче судейская Василия Двигучука, да? Действительно, нас... Нет, ну, тут это ошибка, и, к сожалению, мы его признаем, и я извиняюсь, и перед... Я знаю, что нас смотрит очень много казахских болельщиков, поэтому, надо честно сказать, мы признаем эту ошибку, и... А Герут кто выиграл? Динамо. Динамо выиграл. Это при скорбе. И поэтому ничего не сделаешь, и я обязательно посещу... Владимир Васильевич должен... Друзья мои, обращаясь к болельщикам Бориса, официальные извинения принесены. Ну, почему меня это не услышал? Владимир Васильевич должен проставиться. А, все, сразу и не сообразили. А если Лайя Васильевич не пьет? Проставится, я же не говорю, выпьет. Московская Динамо, да, побеждает в том матче, но даже как-то неинтересно, слушайте, момент предложили, Анисимов согласился, видите, люди меняют. Не, ну, зачем, я же не буду, как говорит Леонид, а есть хорошая фраза. Леонид Флоренч, извиняюсь. Сейчас, говорит, будет он рассказывать, что крокодилы летают низко. Нет, зачем рассказывать, мы честные. Мы честные, но... Такой момент наступит, и мы обязательно об этом еще поговорим. Друзья мои, ну, здесь мы все услышали. Ошибочный свисток арбитра. Игра должна была продолжиться, и шайба должна была быть защитна. Это мнение главного арбитра континентальной хоккейной лиги. Но мы в том числе с вами и узнали, что по этому поводу думал сам судья, работающий на матче. Динамо Рига против Череповецкой Северсталя. Прямо такую огненную встречу эти команды выдали. И бьются за очки из последних сил. И вот смотрите, Аликет Иванович, минута 26 до конца. Что делает вратарь? Подставляется. Безусловно. Но тут момент такой... Площадь ворот же. Что? Стоп, стоп, стоп. Владимир, ну какая площадь ворот? Здесь, давайте так. Полный стадион. Кричат, визжат. Минута 20 до конца. А дать только одному вратарю? Ну, хорошо. По мне, здесь только вратарю нужно давать. А по мне, здесь только Череповецкому нападающему, Леонид Владимирович, нет? Я убежден, что только Череповецкому. Он в площади ворот устаёт, он просто развернулся с пеной. Подождите, подождите, коллеги. Правила поменяли через две недели, Алексей Владимирович. Спокойно. Новый год начнём с позитива. Игрок имеет право проезжать по площади ворот? Имеет. Имеет, да. Делай движение навстречу игроку специально. Это проблема вратаря. Всё. Ну, в моём понимании, он разворачивает. Нет, нет, он делает шаг. Он на самом деле заметил его. Это хорошо видно. Это видно конкретно. Вот смотрите. Вот он замечает. И специально выезжает. А потом ещё и по... Ну, то, что вот это вот упасть, это, конечно, ну, не Гелашвили. Ему любимый, который был. Не Гелашвили, конечно. Костя Семчук как падал, а? Ну, были мастера. Не вот новый растёт. Может быть, ещё и круче будет. Новый растёт какой-то свежий. Владимир Владимирович, важный нюанс. Смотрите, мы в предыдущих программах как раз многое говорили об этой игре в площади ворот. Голкипера там... Голкипера вообще там нельзя трогать и так далее, и так далее. Вы сейчас обозначили новый нюанс, который мы хотели бы закрепить. Стоп, стоп. Ещё раз. Он не новый, Владимир. Ну, правила. Ну, относительно. В нашей передаче ничего такого не было. Окей. Свойственность забывать, да? Давайте. Ещё раз. Игрок имеет право проезжать по площади ворот. Раз. Если игрок делает ему блокировку, выдвигается специально ему навстречу, это проблема вратаря, и нужно давать блокировку вратарю. Окей? Игрок ничего не сделал. Он не приехал во вратаря. Если бы вратарь заранее занял позицию, давайте по-другому разуме. Но он и не пытался избежать этого контакта. А как он избежит? Вы на коньках стояли, Владимир? Ну, а вы же не можете. Как у вас двухполозные, да, вот эти коньки? Ну, ладно. Наваленки. Ну, вот. Вот вы на коньках катались? Конечно. Ну, вы катаются. На двухполозных, да. Кстати, на двухполозных всё сложнее свернуть. Абсолютно согласен. Владимир, катаются в троллейбусе, а хоккеисты работают. Хорошо. На будущее. Хорошо, это я запомнил. Да. Поэтому, когда человек двигается на скорости приличной, на коньках, уйти в течение метра, вот метр, когда остается, практически невозможно. Только ты не Павел Дацуко или, я не знаю, не Евгений Малкин или Александр Овечкин. А если ты там хоккеист... Хорошо. Череповецкий Северсталь. Нет, вы, кстати, зря. Мне очень нравится команда ХК Северсталь и хоккеисты, которые там... Команды безымённые, ребята бьются и ещё не путевают. А бьются, которые они занимают. Ну, и что? Не могут свернуть. И что? Ну, он уже физически его в последний момент увидел. Это проблема вратаря, который... Ну, окончательно нас запутали. Я даже вижу, что Леонид Владимирович не согласен с вами даже. Ради бога. У нас в том-то и прекрасна наша передача. Что согласных в ней нет. Нет, я не то, чтобы не согласен, объяснение понятно и всё понятно. То есть логика принятия решений. Другой вопрос, честно скажу... Тяжёлый момент. Не то, что тяжёлый. Вот то, что разрешили вот такие вещи, они дают основания для такого... Вот то, что Владимиру не нравится субъективизм, но здесь очень сильный субъективизм получается. Там подставлялся, он не подставлялся. Что тебе делать там в площади ворот? Я про этого полевого игрока. Вспомните, в предыдущей программе мы разбирали эпизод с Йоэнсом. Алексей Владимирович, бурно дискутировали. Я хочу сказать, я понимаю, когда игрок в площадь ворот въезжает, и там шайба, и он за шайбу борется. Просто так. Но шайба в другом конце площадки, он пролетает через площадь ворот. И, кстати, здесь вот красавец-вратарь, который подстраивался под это. Мол, что ты сюда лезешь вообще? Вот и получи свои две минуты. Давайте, наверное, так, я уже понял, зная наш дружный с вами психотип нашей передачи, мы друг друга не сможем убедить. Вы услышали свою точку зрения, ваша точка зрения, ее тоже, она выслушана. Хотелось бы, чтобы вот по таким моментам она совпадала, Алексей Владимирович. Тогда давайте, как говорит Илья Владимирович, а зачем вратарь делает шаг? Ну, ты стоишь и стой, зачем ты подставляешься, тем более со спины. Ну, я могу сказать, зачем. Шайба перешла на противоположную часть пули, и он развернулся в ту сторону лицом, больше ничего. Ну, обычно вратарь, если играет в воротах, играет Владимир, понимаете? Играем, конечно, конечно. То есть он обычно стоит у штанги и перемещается, смотрит там. Да, но это молодой мальчик, он еще техника у него не совершенная. Не отточена, да? Да. Но, с другой стороны, мне кажется, в континентальной хоккейной лиге уже приходят сформировавшиеся личности. Это 100%. Ну, и во все команды. Не всегда, конечно, как на телевидении это бывает. Ну, на телевидении мы тоже формируем личности. Это 100%, друзья, вы в этом убеждаетесь практически в каждой нашей программе, в каждом нашем эфире. Ладно, мнения выслушали, они разнятся, и я думаю, что и у одной точки зрения есть своя... Подождите, подождите. У Леонида, у меня вторая у вас нет, что ли? Нет, нет, я знаю, что хочу сказать. Вот этот парень, который, кто там, из Череповца, я не рекомендую больше так делать. Вот здесь я прям тотали игры. Вот это что значит, что в следующий раз за такое две минуты дадут? Нет, я просто к тому, что судья повернет, судья, допустим, не увидит или отвлечется на какой-то момент, он будет в полной уверенности, что он убрал в артарях. Хотя он будет не прав. Хоккейные правила субъективны, это раз. Это мы запомнили из нашей первой программы судейской. В прошлом мы услышали фразу относительно того, что как судья захочет, так и сделает. Главное, чтобы он объяснил. На примере Сергея Кулакова мы с вами в этом убедились очень хорошо. Друзья мои, ЦСКА против Ярославского локомотива огненную встречу выдали буквально перед новым 2020 годом. Действительно, классная игра, но не уверен, получилось бы она таковой, вот если бы не эпизод в начале третьего периода, который приводит и к удалению Слепушева, и к удалению Андрея Маркова. Внимание, оба получают загрубать. Алексей Владимирович, вот такой вот вопрос. Марков тут лупит Слепушева, а судьи никак не реагируют. И только после того, как Слепушев ответил, оба получают по две минуты загрубать. Подождите, а почему вы решили, что судьи не реагируют? Они дали по две минуты. Постфактум. Нет, не постфактум. Я слушал эту передачу, там комментировал очень неплохой комментатор, Анис Иванович Мастель, вполне неплохой. Он хорошо сказал фразу. Он говорит, что Марков в данном эпизоде наиграл на две минуты. А то, что он пропустил справа, ну надо как-то держать оборону, мне кажется. А это формулировка грубость? Грубость, да. Это не драка, он его ни в нокаут, ни в нокдаун. Я про Маркова говорю. То есть вот все эти его движения можно трактовать как грубость. Но он ему там и шлем пытается снять и засаживать. То есть, вот понимаете, такая высшая материя, Владимир, он вот именно прям наиграл. Пытаетесь в заблуждение? Нет, он прям наиграл на две минуты. Без вопросов. По совокупности, то есть он раз, два, три, понятно, там где-то короткого ничего-ничего-ничего там. Потом шлей снял, потом засадил. Ну, давайте так. Ну, слепышев, наверное, не просто так, да? И Игровичок встает и засаживает 100%. Да нет, во всей этой истории просто один вопрос возникает. Судья поднимал руку на Маркова? Нет. Вот, понимаете, о чем Володя-то говорит? Что, да, им дали обоюдное. Но обоюдное после того, как Марков пропустил с левой, после этого он дал еще и Маркову. А так он Маркову не давал. Ребята, я по фотографии не лечу. Вот я здесь не вижу, где сидят с рукой. Мы были на стадионе. Вот там рука, ну мы были. Я тоже Новый год салюту видел. Алексей, я знаешь, что возмутился-то? У нас просто нет резона. Володь, секундочку. Я знаешь, что возмутился-то? Вот Марков, он просто вынудил этого слепышева долбануть. Ладно, все, разобрались, там уже дали, все, ушли. И Марков пришел и еще выступает на суде. Я вообще в шоке был. Да, куда ты вообще? Ты вообще ведомат во всей этой истории. Вот все, что произошло, слепышев-то там последний, кто виноват здесь. Леонид Владимирович, ну я как раз вот и думаю, что Марков выступал исключительно по той причине, что вот за все его эти телодвижения он не получает никакого штрафа. То есть он расстроился, что ему не дали две минуты сразу? Нет, он расстроился потому, что ему врезали в челюсть и самого же обвинили в грубости. Хотя там никакой грубости не было. Подожди, Марков там бьет сзади по затылку, по шлему неоднократно. В чем вопрос-то? Марков получает две минуты. Мы сейчас рассматриваем другой момент. Врезод с Марковым уже вроде как заигран, Алексей Владимирович. Вот так все это получается. В смысле заигран? И надо было давать просто слепышеву две минуты загрубать. А Маркова уже не трогать в данном случае. Раз, сразу не зафиксировали. Чего они ждали? Вот мне вопрос. Чего они ждали? Подождите, можно я ему ответить? Да ладно. Это не принципиально. Мы же момент разбираем. Я просто что хочу сказать. Если бы они сразу дали две минуты Маркову, не было бы слепышева. Не было бы ни до конца игры, ни слепышева, ничего. Подождите, ребят. Шайба у слепышева. Марков даже бьет, как вы говорите, наталкивает. Там сел свисток бы сразу не произошел. Не, ну руку подними. Нет, ну давайте так. По факту, как вы говорите, опять же, я не видел, когда он поднял руку, справедливость восторжествовала? Ну, в принципе, в какой-то степени. Ну, нет, не в какой-то. Не совсем, Алексей. Потому что если бы он поднял руку, может быть, слепышев увидел, что рука поднял бы и не стал бы бить Маркова. Слепышев бы никак не поднял, потому что он находился спиной в коленно-локтевой позиции, где его добивали. Ну, я скажу так. Мне вот не понравилось, как они здесь разобрались в этом эпизоде. Но больше всех меня здесь Марков, честно говоря, удивил. Но судьи, они в какой-то степени... По факту, по две минуты дали. По факту. По факту, по две минуты дали. Дали потом за разговор... Здесь все правильно. Здесь все правильно поступило. У вас возмущает только одно, коллеги, что вы считаете, что если бы они раньше подняли руку, возможно, этого бы не было? Нет, возмущает неправильное слово. Я бы сказал, немножко расстраивать, потому что вот если бы они, как мы говорим, вот это сделали, то был бы высший пилотаж. Хорошее слово мне понравилось. Расстраивание. Ну, понимаешь, я тебе скажу, как этот фильм-то, «Белосонцы в пустыне», «Задержава»-то обидно. Да, вот мне тоже. Я как-то вот когда смотрю, когда судьи ошибаются, я всегда расстраиваюсь, честно тебе скажу. Вот. И здесь, я не хочу сказать, что это ошибка, но это такой вот методический момент, вот если бы они вот так сделали, то это было бы просто... Вот этот момент очень серьезно повлиял на градус эмоций в матче. Кстати, игра еще интереснее стала. Против Ярославля, кстати. Но тем не менее, Ярославцы, кстати, потом... А, нет, Ярослав забил. Да, да, они отыграются. Услово, градус. Услово, градус распятикали. На самом деле, эти ребята разбудили там всех. Они покупали всю игру, и они, да, там прямо игра по-другому пошла. И пара комментаторов уже начинала засыпать потихонечку, да. Так что спасибо, спасибо судьям в том числе. Лайк Абков. Да. Да, за такой момент. Друзья мои, Леонидович, сейчас покажу вам еще один момент. А вот здесь судейское решение или судейское молчание вас расстроило, или как вы относитесь вот к этой ситуации? Например, Магнитка, Динамо, Москва. Это вообще могло на результат повлиять. Я считаю, что это кардинальный момент такой. Это счастье их, что Магнитка выиграла. Просто эти ребята, я имею в виду судьи, должны перекреститься. Они чуть результат не сделали. Это пропущенное нарушение, очевидная задержка. Сам Магула забивают? Да, это прям очевидная вещь. Это объяснение не подлежит. И за такие ошибки, в том числе, судьи несут и финансовые потери. Важно уточнить. Нет, я еще раз могу напомнить, это для кого секрет, что когда судьи ошибаются, это влияет на результат матча или те или иные методические вещи, то судьи внесут финансовые потери. Я не знаю, правильно это или нет, честно скажу. Потому что у меня двоякое впечатление. Но, наверное, это правильно, потому что у нас кто-то всегда требует крови, всегда должны быть виноваты и т.д. и т.п. Я скажу, мне Петр Ильич Воробьев позвонил и минут 40 объяснял, что там они неправильно сделали. Я готов тогда... Петру Ильичу скажу. Петр Ильич, это нарушение правил, Леонид наверняка за 40 минут смог его объяснить. Что-то они сего подменили, по-моему, да, совсем соглашается сегодня. Друзья мои, мы останемся еще вот в этом матче. Я покажу еще один момент, который случился вот в этой игре. И попытаюсь его каким-то образом объединить с предыдущим. Ильич Воробьев, внимание, да, вот здесь атака магнитогорского металлорга. В большинстве атака завершается голом. Магнитогорцы радуются, радуются, а судьи начинают там что-то совещаться. Оказывается, у них возникли вопросы относительно возможной игры высоко поднятой клюшкой, да. И действительно, после долгой консультации, судьи зафиксировали вот эту вот игру высоко поднятой клюшкой и шайбу, ну, как бы, справедливо отменили. Верно, да, все объясняли, Алексей Владимирович? Он говорит, уважаемый, за таким вопрос минута пошла. Вопроса пока нет, смотрите. Вопрос в чем заключается, Алексей Владимирович? Вот предыдущий момент мы только что с вами разбирали и, как бы, сошлись все во мнении, что, ну, пропущено нарушение правил, которое могло повлиять в том числе на результат. Давайте, может, правила как-нибудь чуть-чуть менять, чтобы вот и такие моменты, ну, хотя бы в последние 8 минут тоже просматривать. Алексей Владимирович, мы просматриваем эпизод на предмет игры высоко поднятой клюшкой, но мы не просматриваем моменты с нарушением правил. Ну, согласитесь, есть же в этом сон. Владимир, давайте скажу так, если мы будем рассматривать на каждое удаление нарушения... Ну, не каждое, хотя бы там последнее. Нет, а как вы, как вы считаете, как вот сделать это? Нет такого понятия, последний-последний. Вы представляете, если начать просматривать на многие моменты, ну, все, это уже не игра будет. Эпизод, связанный со взятием ворот, исключительно вот эта смена... Как связан он со взятием ворот? То, что судья пропустил и потом через 15 секунд забили, это было, есть и будет. Это вот, если завтра... Это несчастный случай. Это несчастный случай. Если завтра соберутся генеральные меньши, скажут, мы хотим просматривать каждое удаление. Вообще, вот, меняйте правила, но это будет абсурд, поверьте. Алексей, не надо провоцировать, кто-нибудь придет и скажет. И попросит. Но это неправильно, это... Да, не, не, я тоже считаю, что... Господа, но тоже неправильно, когда после нарушения правил забиваются ключевые шаги. Тогда вообще не нужны будут судьи, в принципе, априори. Можно надеть гучика на двухполосных валенках, поставить на красной линии, и все равно все будем просматривать. Ну, может, просто в валенках и... Да, туда двухполосные не нужны. Ну, да, в валенках. Ну, в общем, не понравилось продолжение. Не понравилось, не понравилось, Володь. Ну, не знаю. Не понравилось, Володь, вы что-то как-то после Нового года, али вене тот, что ли, было, али шпроты были? Да илье вообще нет. Шпроты были? А в концерте... Я только выгибал. Я только выгибал. Аккуратно. Слово, градус уже раз пять сказать. Ну, я знаю. Давайте я быстро... Вот, во-первых... Я еще раз говорю. Еще раз, Владимир, подождите. Вы с вашими этим... Это, в лес нас не уводите, как говорит Леонид Владимирович. По моменту. Значит, решение принимает не судьи, решение принимает комната. Да, консультацию на данный эпизод взяли судьи. В последние две минуты, еще раз повторимся, в последние две минуты консультацию могут взять и судьи, и военные комнаты, и видеогол судья. Понятно? Ну, это мы закрепили еще дальше. Здесь все понятно, смотрели, игра высокобойтная клюшка, это называется непосредственно перед взятием ворот. Все. Мы рассказали момент, а чтоб не грыз, что мы его не рассказали. Окей? Ну, я говорю, был бы неплохо еще непосредственно перед голом рассматривать... Давайте дальше, Владимир. Ну, подождите, сейчас видеоряд закончится. У меня с собой пульта в руках здесь нет, вы же видите. Ну, попросите нашего прекрасного режиссера зайти в фамилии. Вот и все. Смотрите, фамилии, имя, чтобы знала страна. Нет, в этой студии... Выше плеча, да? Выше перекладина. Ну, да, там посмотрите, там действительно выше плеча. Выше плеча, да. Касание клюшки в шайбу было выше плеча. Выше плеча. С одного плана как раз это очень хорошо видно. Медаллург Динамо Москва, и закончим с этой игрой. Кстати, вот этот эпизод, так по-настоящему, возбудил команды в этом матче. Играли себе спокойно, тихо, магнитка выиграла. А потом прилетает Береглазову от Яшкина. И он получает 5,20. В общем-то, заслуженное наказание. Но сначала суди выписывают 2,10. Потом 5,20. Алексей Владимирович, ну что это? Ну, как-то несерьезно. Олег Владимирович, извините, что я начинство, я должен повернуть. А я не могу понять нашего оппонента вопрос, в чем. Что неправильно выписали? Подожди, Алексей, я хочу сказать, меня очень удивила дискуссия по поводу этого момента. И то, что, в частности, там Динамо прислала письмо в СДК. Ну, вы сейчас уже рассказываете вообще внутреннюю кухню. Спортив дисциплиного комитета. Ну, что тут, секреты, что ли, какие-то? Я хочу сказать, что, вот в моем понимании, это настолько очевидный момент. И самое главное, вот для меня самое главное, что Береглазов уже шайбу отдал. Он уже без шайбы. И ему там прилетает в голову то, что, Володь, судьи дали 2, а потом 5. Они посмотрели и убедились в тяжести там травмы и дали 5. А что они посмотрели? Травма не критерий. Ну, посмотрели на Береглазова, может, у него глаза в разные стороны. Травма же не критерий. Не критерий. Это судейское решение, на этом нужно закончить. А, то есть, вот можно так, 2,10, а потом 5,20 спокойно, да? Если можно, все. Я, вот, Владимир, вот, с хорошим настроением, это судейское решение. Вот Леонид, какой третий год уже? Нет, подожди, Володь, подожди, Алексей, извини. Как раз мы-то и говорим, что Кулаков-то дал там 2 минуты, а посмотрел и должен был изменить. После того эпизода, я понимаю, что действительно можно все. СДК-то потом изменил же, поэтому ничего удивительного. Нет, нет, давайте здесь должна быть справедливость. По факту дали 5,20, есть 5,20. Все, что обсуждать так? Что они наложили, как и никак? Дали 5,20. СДК подтвердило 5,20. Дали еще одну игру, плюс одна игра. В чем вопрос? Я не хочу и не буду, Владимир, сейчас ковыряться, что они сначала дали. Я говорю, что по факту, им Лига доверила судить, с ними подписали контракт. Значит, если Лига доверила, все мы доверили, все руководители клубов, они принимают решение. Они за это несут ответственность. Все правильно, Алексей, до судей здесь никто не нападает, это чтобы зрителям... Нет, это в том числе, чтобы зрителям было понятно, почему сначала 2,10, потом 5,20. Нет, просто объясните. То есть, ну, так можно, оказывается, ребята молодцы, действительно, сложная игра была. Принимает финальное решение судина. Сложная игра была. Ну, я вот тоже все равно смотрю, Береглазов выбросил эту шайбу, и все, и человек выключается полностью. Это уже Килья Петрович должен сказать. Это Килья Петрович. Это уже не с нами, это в другую передачу. К сожалению, да, хотя вот вспоминая эпизод с Петерсоном, там тоже человек эту шайбу выбрасывает. Это Владимир Васильевич. Это Владимир Васильевич. Это Владимир Васильевич. И там голову не было. Который должен проставиться, да, там, за что? Да, да, 100%. За момент в Нурсултане. Это не я сказал, Владимир Васильевич, что я не понял. Друзья мои, в предыдущем эпизоде 5,20 получает Яшкин, да, сначала вроде как 2,10, а потом 5,20, потому что так можно. Может быть, и так можно, друзья мои, внимание, на экран. Спартак, Витязь, Подмосковье. А, вы просто стальные эти-то, наша рубрика до конца. Или тут все-таки не до конца? Нет, рубрика до конца. Здесь до конца, я думаю. Да, здесь рубрика до конца, Владимир. 5,20? Да. Не, а что здесь? Я все думал, а будет у нас любимая рубрика? Они дали 2 минуты. Он находился в туннеле, и он не увидел этот момент, он увидит 2 минуты. Потом после этого он подъезжает, извиняется, говорит, ребят, честно, ну, подъехал перед командой, и Витязь-то не секрет, подъезжает, сказал, ребят, честно, я потом посмотрел момент, говорит, там пятерка вообще не обсуждает. В перерыве. Он говорит, ну, честно, ну, это пятерка. Извинились прям-то. Слушай, ну, извинился, это нормально. Это нормально, почему они люди, конечно. Тут вопрос в другом, Алексей, ну, что там, 4 человека никто не видел, никто не мог помочь. Он принимает решение, подъезжает сразу, объявляет. Ну, понятно, помочь-то кто-то мог. Сергей Владимирович, вот на самом... Ну, я считаю, вот, я не знаю, я прошу прощения, вот если, я не знаю, кто там был, кто это решение... Это идеальная формула. Не-не, я просто думаю, вот, условно, если бы я с тобой судил, и я бы принял бы такое решение, а ты бы мне ничего не сказал, я бы обиделся. Ну, можно, нужно было. Ну, я бы обиделся. Ну, просто, кто потом бы Анисимов извинился. Не, ну, он так уверен, опять же, кто где... Нет, извинился перед тренером. Опять же, кто где стоял. Не, извиняться я должен был потом. Да, да. Извиняться-то я... Друзья мои, вы поняли, главное извиниться вовремя. Не, это нормально, мы все делаем общее дело, потому что тренерские составы, очень многие, они говорят, слушай, мы, честное слово, правда говорим, если там судья подъедет и нам скажет извиниться, для нас это как не то, что бальзам, это гораздо лучше, чем встать в позу и сказать, я так видел и все. Это очень благородно. Да, благородно, ты подъехал и говорю, слушай, я... Не, ребят, это совсем другая история. Не об этом разговор. Я вот две секунды буквально. Ты понимаешь, что делать? Почему важно тренеру, чтобы судья извинился? Потому что, чтобы тренер понял, а, да, я правильно мыслил-то. Да. Вот в чем вопрос. Не то, что его изменения-то нужно. И это докучит... Я же вижу очевидный момент. Судья говорит по-другому. Говорит, а, ну все. И это до кучи, как бы, не важно. То есть это совокупность факторов, которые делают игру лучше, быстрее, качественнее. Вот еще один момент, который подтверждает на мнение, относительно того, что вот эпизод вроде как можно пересмотреть и свое первоначальное решение можно поменять. Алексей Владимирович, зря вы на самом деле вот об этом сегодня заговорили, потому что сейчас тренеры, игроки, там даже болельщики будут требовать от вас. Ну подумаешь, вы сразу пропустили и что-то не заметили. Но вы же могли, посовещавшись, поменять решение. Ну это же хоккей, я же не это имел в виду. Нет, 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 Володь, это момент хороший. Ты понимаешь, в чем дело? Смотри, посовещаться можно и решение изменить можно. Но это не есть хорошо для судей. Это есть плохо. Ну не плохо, плохо это когда несправедливое решение принято. А когда решение все-таки справедливо принято, это говорит о том, что уровень судей, методические всякие дела и так далее и тому подобное. И поэтому это не так просто, что судья поговорим, посоветует изменения. Это не просто. Это потом Анисимов напихает ему, скажет, парень, а ты сразу куда смотрел? И так далее и тому подобное. Это так кажется, что он подъехал, извинился и все как с гуся во дня. Это же к этому предшествует потом разбор каждого момента и обсуждения и т.д. и т.п. В том числе штрафные санкции. Поэтому тут момент такой, знаешь, я сейчас буду каждый раз извиняться, у меня будет все хорошо. Но ты тогда извиняешься и мемплоуфу пройдешь, и игр будет меньше, и контракт меньше. Ну, они все прекрасно тоже понимают. И все, конечно. А как? Да, друзья мои, ну и последний видеоэпизод в сегодняшней программе, подчеркиваю, видеоэпизод из матча Сибири Курюни-Ред Стар. Там был назначен штрафной бросок. И вот при каких обстоятельствах этот штрафной бросок ой, редкое какое нарушение, бросок клюшки в своей зоне защиты. Это редкое нарушение, но это бросок клюшки. А присмотрите, Алексей Анатольевич, еще раз. Прямо он ее так бросал, эту клюшку. Конечно. Ну, тем более, это пигатор. Смотрите, очень сложный момент. Амбомни ничего сложного. Ну, где он ее бросает? Смотрите, он ее выставляет. От колена она улетает в сторону шайбы, и судья дает штрафной бросок. Ну, как этот, вот, смотрите. Ну, знаете, еще раз. Оп, и отпускает клюшечку. Ну, как? Он бы ее не отпустил, просто колено выставил вперед. Вот поэтому, Владимир, мы с вами в студии, и вы у нас комментатор, а люди на поле знают правила. Слава Богу, что я... Не дай Бог, если бы судья не зловерный. Я считаю, что он клюшку ему выбил. Ногой. А я считаю, что это штрафной бросок. Игрок в ответе за свою клюшку. Могу поспорить на что угодно. Вы вообще никак не считаете, вы правил не знаете вообще, Владимир Владимирович. Мы с Леонидом, с Леонидом я готов оппонировать с вами. Не, ну, точка зрения ясна, но я считаю, что... Судья стоит в трех метрах. Судья стоит в трех метрах, он видит, он понимает, что он делает, а мы с разных камер пять раз смотрим. Да и не всегда. Вот с Балыхидом ты увидел и не понимал, что делать. Ну, и другое дело. Ты понимаешь, когда вот клюшку вот так поворачиваешь, вот он в руке держит, вот так поворачивает, она в очень неустойчивом положении. Там достаточно чуть-чуть, и она вылетает из руки. Готов оппонировать. Тогда получается, сейчас, как вы говорите, посмотрят передачу хоккеиста и начнут рассказывать о том, что чуть-чуть будет касаться щитка и типа выбил. Ну, это же тоже, ну, это же вот, понимаете, такой у него момент. Ну, я скажу так, я вот, мое видение, что там нету, но объяснение понятно. И сейчас начнут. Страфной бросок понятен, почему. То есть ясно, но если бы я, например, просматривал эту игру и мне вот так главный судья объяснил, я бы про себя подумал, парень, ты не очень разбираешься. Мнение выслушали. Друзья мои, ну, а теперь, и большой такой фотоотчет нашей программы, Алексей Владимирович. Ну, вот расскажите нам все-таки про эту камеру, в которую попала шайба во время финальной игры на молодежном чемпионате. Давайте быстро. Леонид Лондаревич 54 раза рассказывал, я 64 и в интервью, и в телефон разговариваю. 65-й. 65-й, на двоих, 130-й. Быстро. Методическое собрание перед молодежным чемпионатом мира. После этого всем рассказывают, судьям, что камеры-3, закрепленные на стекле, являются частью площадки, попадание шайбы в камеру не будет караться двумя минутами. Единственный минус, который был у департамента судейства, ну, так называем, департамент, по-другому называется, судейства и хафе, в том, что они не довели до команд. Все. После этого шайба попадает в камеру, которая располагается посередине площадки, которая крепится на стекло, как в том числе это там частично описано в правилах и методическом указании судьям. Камера частично над площадкой, частично за площадкой. Соответственно, что смутило всех нас, дружно всю нашу страну, когда Лайнсен поднимает, показывает две минуты, но он, возможно, и видел или не видел, что попало в камеру, не знаю, с Лайнсеном разговаривал. Все. Потом они обсуждают, встали в полукруг, один из ключевых моментов матча, обсудили, сказали, слушай, нам же там вначале говорили это, подъезжает, говорят Валерий Калачу Брайкину. Все. Вот только в этом весь момент. У нас, давайте теперь вернемся, вернемся, как в том разговоре, к нам. У нас есть микрофоны, в том числе, мы сейчас будем клубом делать рассылку, положим в облако, наверное, скорее всего, положим это разъяснение тоже на сайт по нашему чемпионату. Как это будет выглядеть у нас? У нас таких камер нет, но у нас есть микрофоны, которые есть внутри площадки. И в случае попадания шайбы в микрофоны, который микрофон будет над площадкой или который прикреплен, вот стекло, вот здесь площадка, он вот так прикреплен в Москве, будет остановка игры. Это будет попадать, в том числе, под видео, просмотр по 135 правилу, как иные объекты. Ну, шайба, если мы улетаем, попадает в табло, не увидели, она упала ли там в какой-то микрофон или в ферму, упадет. Мы же будем просматривать, если нужно просмотреть на консультацию, если гол забили, мы непосредственно мы просмотрим. Так и здесь, если она будет попадать в микрофон, и судьи, не дай бог, не увидели, что она попала в микрофон, соответственно, мы, суди, запросим консультацию. И давайте скажем, если бы вот в том эпизоде, да, шайба попала, вылетела, забили бы гол, момент, естественно, бы просмотрели и гол бы отменили. У ВИХФ нету консультации на покидание шайбы площади ворот, нету на шесть человек, нету на высокоподъекту и на посудку. Они вообще к турниру готовились к такому серьезному? Вы поймите, любой турнир ИХФ, я сейчас не защищаю их, он короткий, у нас гораздо больше ситуаций и вещей, и мы можем предусмотреть, что у нас может получиться. И, допустим, у нас мы это видим и понимаем, а там это все две недели. Это уже не случайность, я вот вспоминаю, сначала думали, что три булита, даже канадские телевизионщики, когда, помните, сборная России играла с американцами, даже графикой вывели канадца, которые все знают, три булиты. Владимир, давайте маленький ясно. Булиты, это я вообще не знаю. Да ладно, ну, все хорошо. Броски для определения победить. Броски для определения мы так не закончим никогда. Суть, вы понимаете, о чем. Ну, как-то странно это все выглядело. Нет, как раз этот момент, это говорит о профессионализме людей, которые работают там в командах, на телевидении и так далее. То, что они не знали, что будет пять, а не три, это вопрос... Нет, я сейчас даже к этому моменту возвращаюсь. Ну, к этому моменту... Ну, а, это несчастный случай, я уже еще раз повторюсь, это то, что не довели команд, это вот единственная вот такая... А то, что вот действительно камера, это вроде как часть площадки, по-вашему нормально? Вот... Еще раз, к сожалению, на чемпионатах мира системы ИХФ телевизионщики платят большие контракты, чтобы показывать хоккей. И они не только... К сожалению, к счастью. К счастью. То есть они вообще подоставят камеру, шайба вообще не будет вылетать. Конечно, Владимир, я не распоряжаюсь и не распорягаюсь этими моментами. Я говорю, как у нас. У нас, слава богу, прекрасные режиссеры, такие как Лазуткин и т.д. и т.п., у них камера за стеклом, у нас с этим проблем нет. У нас только проблема есть с микрофонами. Хотя проблема это неизлечимая болезнь, если вы не забыли. Все остальное можно решить. Это мы будем помнить всегда. Друзья, все остальное можно решить. Это была судейская первая программа в 2020 году. Вот такие вот моменты коснулись эпизода молодежного чемпионата мира. Ну, пройти мы его просто не имели права. Владимир Гучик, Алексей Анисимов, Леонид Вайсов были здесь. Встретимся совсем скоро вновь. До свидания. До новых встреч. Несмотря на окончание праздников, настроение праздничное. Всего доброго, до свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok